Это мы застряли в Мариатском костёле, потому что ливень начал лить, а у нас через 3 минуты билеты наверх по времени, вообще круто, просто, ай, ну да. И там закрыто мы пробегали, справа дверь, она была закрыта, так что здесь попал людей просто. Всем, короче, приспичило помолиться, как мы говорим, вот все забежали от дождя прячутся. Забежали мы, колотили в дверь, нам открыли, все, вот такие ступеньки, да, говорит, за 20 минут вы должны посмотреть. Мы-то посмотрим, но мы в такую дождяру попали, потому что вы не открыли, елки-палки. И такая маленькая дверца, никто не знает, написано все билеты проданы. Да, черная маленькая дверца. У нас-то понятное дело, что билеты есть. Ладно, как тут рассказывались в Орле и Решке, да, Наташа, ну, стоит так вот, что удобно для обороняющегося, да? Ну, конечно, да. Обороняться щитом, чем бить мечом. Так, а все лестницы так построены, все башни так построены, точнее, только здесь. Боже мой, какой там дождяра идет. Просто мы сегодня попадаем в дождь, в солнце, потом попадаем в ветер. Ох, вы все еще с нами, надеюсь, идете? Прекрасный краков. Центр, по крайней мере. А у меня ножки уже, знаете, так уже немножко подвисли. Это он знал, наверное, о чем предупреждает. За 20 минут, наверное, вы только доберетесь наверх. Ага, наверное. Хух. Такие прикольные лестницы. Наташа, давай бежать, потому что просто не будет время. И мы стали колотить в маленькую дверцу. Естественно, я не снимала, потому что... Потому что дождь такой, что вообще жесть. Просто хух. Дошли вроде. Такие у нас сегодня приключения. Приключения уже двойняков продолжаются. Ох, краков. Хух. Добрались, запыхались. Ох. Ох. Всем привет. Ага, вот лесенка еще. Я тоже очень надеюсь, мы уже купили билет. Подожди, она дороже стоит, чем в сам ход, да? Ага. Костюм. Какая красота, посмотри. Ох, боже. Вот это да. И сейчас мы видим еще круче, да? Класс. Земля в иллюминаторе. Так. Ага. Нам еще туда. Ну что ж, вперед. Такой скрип умиротворяющий. Класс. Я надеюсь, камеру не залило, что она нормально показывает. Фу. Ой, чуть голову не дали. Так. Берегите головы. Что это такое? Фу. И еще. Боже, а что тут с таким головой? Весь. А не знаю. Огое. Древнее строение. Нет, это какие-то... Ой, а там какой-то хип. Но телевизор LG, думаю, современное что-то. Да, да. Так. Через 200 литра лететь. Знаешь, что же это было? Ага. Почему люди это использовали? Честно, как же, я надеюсь, что дождь пройдет. Иначе до отеля нам надо будет плыть. Или до желтой свет или нет? Что-то, я думаю, я таблеточку пила сегодня, знаете. Да. Цитра монтик с утра. Но я думала, что это потому, что перелет был тяжелый. Но. Да ладно. Я скажу, в отеле шикарные кровати, шикарные пушки. Да ладно. Ой-ой. Ну ладно. Ага. Тут же вообще сильно узко. А эти уже, да, наверное, на реставрацию. Видите, они закрыты. А мы идем по этим. Но они сделали такую узкую, что у меня еле проходят плечи с телефоном. А если пойдет парень-богатырь, то он пройдет боком. Ой, елки-палки. У вас голова не кружится еще? У меня. У меня уже кружится. У меня просто немного жалко. Что мы бежали просто. Короче, народ, нужно же стучать, нужно колотить. Я колотила в дверь, потому что ливень лил так, что вообще жесть. А ты посмотри, снимай какие сооружения эти самые. Я снимаю, снимаю. Кто-то над нами еще идет. Конечно, люди, что-то не зашли. Вот, народ, я еще выключила видео. И мы три минуты просто шли. Наташа говорит, подготовка у нее в порядке физическая. Только недавно она запыхалась. Так. Господи. Еще вверх. Я уж тоже запыхалась. Но мы когда-нибудь дойдем. Слушайте, реально мы уже 10 минут идем. Спасибо, такой классный. Фитнес-тренажер. Правильно, что не на лифте. На тренажере это одно. Я на тренажере запыкиваюсь. Ох ты. Заходу на 50-й этаж, да? А тут и какой, ни на какой. Красота. Я уже запыхалась. Боже, как красиво. А с другой стороны, что они нам сделают? Прям сбросят с башни, если мы не спустимся вовремя. Тут пожилые люди, наверное, тоже поднимаются. Да? Не на тренажере. Ну, не уверена уже. О. Ух ты. Так. Тут, кстати, нету вот этого, не за что держаться. Можно за ступеньку держаться. Ага, ну и все, да? То есть мы уже достигли порога. А можно окно открыть? Спасибо, что мальчик подсказал. Красотулечки. Мы добрались. О. Фу. Вот он. Краков. Кстати, наверное, солнечный Краков вы видели много раз у других блогеров. А у нас прекрасный дождливый Краков. А вот, кстати, насколько я понимаю, Флорианская улица. Ух ты. Красота. Вот здесь для львов. Ну, ты досмотри на место. То есть биться можете. А вот то, что такое в Софии сделано. Помнишь, мы были в крепости? То там оборудовано. Видите, как красиво. О, да. Сейчас выдох. Давайте еще с другой стороны посмотрим. Ой, тут прям в меня дует ветер. Но все равно посмотрим. Красота какая. Ладно, отходим, потому что здесь уж сильно пребудет. А можно закрывать? Ну да, надо закрывать. Спасибо. Ух ты, вот музей. Красота. Памятник Адаму Мицкевичу. Вот такой красивый Краков. С музея был ход бесплатный вчера, в понедельник. Но не попали. Спасибо. Вот, классно же здесь окна можно открывать. А то через эти соты все равно было бы так себе. Ух ты. Сейчас я высунусь. Красота какая. Ой, честно, наши ноги дрожат. Засунусь обратно. Давайте отсюда я буду снимать. Страшновато чуть-чуть. Просто я высоту так не очень люблю. Но красиво очень. Ну вот, сколько людей здесь, в принципе. Понятно, почему. Вход по записи. Когда мы записывались, было 4 человека. Максимум, наверное, 8-10 людей. Вот туда идти нужно. Туда спросила у мальчика, можно ли пройти. Ох, а это с другой стороны Краков. Ух ты. Ой, здесь какой-то уже так очень... Такая погода уже как бы недождливая. Сейчас я вам покажу, что я вижу. Красивые клумбы цветов. Просто вообще. Смотрите, домик какой. Весь в этих... Весь в листьях или в мохе. Вообще, как классно. Красота какая. Посмотрите. Чтобы Наташу позвать, посмотреть обязательно. Давайте с вами насладимся. Вот такой он, Мариатский костел. Очень рекомендую посидеть. Особенно вверху здесь сердце захватывает. Реально сердце захватывает. Просто красота. О! Класс. Наташ, иди посмотри, что я увидела. Какие клумбы какие есть. Шпили какие. Красота просто. Ты видишь, какой дом? Зеленые клумбы какие. Просто. Зеленые имеются в виду в Клющеве. А это же парк вот этот идет вокруг. Они как-то называются красивые. Этот парк, где мы гуляли и шли. Смотри, по-моему, что это такие вон арки. Видишь, что-то гуляют. Ой, вообще, такая красота. Тут часть красивая. Здесь вообще часть уже такая без дождя вроде как. Класс. Так, сейчас. Твер зашел. И люди уже идут, переходят в Мариатский костел. А мы уже здесь. Вместе с вами. Самая важная информация от Наташи. Почему она по времени? Это отсюда вот играет. Трубач. Тот трубач, который, сказать, положил живот. Положим жизнь свою. Ну, нет, это уже последователь. Предупредив. Наташа считает, что это самая стыла, которая была изъята из его горла. Ой, это ужасно. Да, и вот он отыграл мелодию. В него упала стрелка. Не отыграл. Вот же, смотри. Поэтому она и прерывается. Кошки они открывают, окошка открывают. Только вот я не знаю, с какой стороны. Люди же смахали кому-то. Я заметила, что люди машут. Я поднимаю голову, а окно уже закрывается. Понятно? То есть он играет, а потом пускает сюда людей. Ну, Наташа снова усмотрела важную информацию, которая нигде не говорится. Поэтому и по времени сюда пускает. Поэтому ставьте лайки и путешествуйте с нами. Какая же красота. Да, у нас сказали 20 минут, но я же не буду выбегать. Правильно, зачем? Смотри, он отсюда вот. Я там все показала уже. Нет, нет, он отсюда похож. Отсюда играет? Вот отсюда из этого окна. Потому что... Ну, или вот из этого? Нет. Смотри. Лайфхак от канала народ. Вот там вот стоять не надо. Оттуда прилетают стрелы. Смотри, очень похоже, что здесь. Почему? Потому что там не видно. Мы были там. Вот смотри, мы были там. И люди махали отсюда. Слушай, а может просто друзьям махали? Нет, нет. Махали трубочист. Именно когда трубочист перестал играть. Я смотрю, не могу понять, я окно закрасил. Потому что с того окна не похоже. Вот отсюда играл. Ну все, народ. Лайки, комментарии, мы раскрываем вам тайны. Такого вы не увидите. Ни на каком канале. А какое это, смотри, там зеленая крыша вообще. Ой, какая красота. Все в цветах в зелени. Видишь, нет? Да. Ой, какая красота. А вон какой-то. А это не Бабельский замок? Это Бабельский замок, наверное. Вон, где Дракоша там, бедняжья. Ну как бедняга. До того момента, как он... Дракоша довел людей и его просто... И люди довели Дракошу. Да, и люди довели Дракошу. Но об этом смотрите в следующих сериях. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вывод не доводите никого. Кто накормит. Вот смотрите, в эту дверь мы бежали, пили, стучали. Она была закрыта. Как вот сюда можно... Как можно догадаться вообще, что нужно сюда вбегать? Она была закрыта полностью. Я уже стала так колотить. И вот тут написано, это вот труба, да? Про трубача. Антони Долега. Вот он, наш трубач.